Ивановские байкеры официально открыли сезон. Традиционный этот день для мотоциклистов повод встретиться после зимнего перерыва, обсудить последние новости, похвастаться своими двухколесными железными конями. На этот раз в одном из крупнейших мотоциклетных событий года приняли участие более трех сотен байкеров. Данное мероприятие символизирует открытие байкерского сезона. В каждом городе оно проходит в разные дни для того, чтобы все близлежащие регионы могли съехаться. Отпраздновать этот для нас знаковый праздник. Байкеры шутят. У каждого из них в крови по капельке бензина. Находится этому и доказательство. Рома с малых лет наблюдал за страстью папы к мотоциклам. Теперь, сидя за рулем отцовского байка, мечтает о собственном. Я хочу стать мотоциклистом. И я, конечно, не помню, но вроде я с детства мотоциклом не увлекаюсь. Не обошел своим вниманием байк-сообщество и прекрасный пол. Девушек здесь действительно немало. Дорожная пыль и адреналин – что может быть романтичней? Это ощущение незабываемо. Само чувство, когда находишься на мотоцикле, когда чувствуешь совесть, когда сливаешься с ним в единое тело. Мотоциклетное сообщество – не просто клуб по интересам. Как признаются сами, байкеры – это своеобразное братство. На дорогах случается всякое. Но двухколесные в беде своих не бросают. Всегда готовы прийти на помощь. Ну или, как минимум, поздороваться. На дороге такого нет, чтобы кто-то мимо проехал и не поздоровался. Даже вот этот вот минимум – поднять руку, и то приятно. Автомобилисты так не делают. Хотя, в общем-то, у каждого, наверное, на 9 десятых мотоциклистов есть машины. Но все равно кто-то здоровается, кто-то нет. Среди мото-братьев не поздороваться считается плохой топ. Апогей байкерского праздника – мото-пробег через весь город. Колонна растянулась по главному Ивановскому проспекту почти на километр. Рев моторов возвестил ивановцев о старте летнего мотороздолья. Впереди у двухколесной братья месяцы свободы и литры бензина. Для байкеров это и есть настоящее счастье. Наталья Романова, Андрей Семибулков, РДВ Иваново.